Иоанна Златоустова из беседы на Великий Пяток, то есть в пятницу Страстной Седмицы. Сегодня Господь наш обошел все места ада. Сегодня Он медные двери сокрушил и запоры железные сломал. Исайя 45 глава и Псалом 106. Заметь точность выражения. Не сказано отверст медные врата, но сокрушил врата медные, чтобы темница сделалась негодною. И не снял запоры, но сломал их, чтобы стража сделалась бессильную. Где нет ни двери, ни засова, там не удержит никого, хотя бы кто и вошел. Итак, когда Христос сокрушил, кто другое состояние будет исправить? Что Бог разрушит, то кто потом восстановит? Цари, когда намереваются освободить узников, то посылая предписание, не так поступают. Но оставляют и двери, и стражи темницы, и тем показывают, что необходимо опять войти туда. Или тем же, которые освобождаются, или других вместо них. А Христос поступил не так. Желая показать, что смерти пришел конец, Он сокрушил ее врата медные. Медными назвал их. Пророк не потому, чтобы эти врата были из меди, но чтобы показать жестокость и неумолимость смерти. Хочешь ли знать, как смерть была упорно, неумолима и тверда, точно алмаз? В течение столь долгого времени никто не склонил ее отпустить никого из находящихся в ее власти, пока владыка ангелов, снизойдя, не принудил ее к тому. Сначала он связал сильного, а потом расхитил сосуды его. Потому пророк и прибавляет, хранимые во тьме сокровища и скрытые богатства. Исайя 45 глава. Хотя эти выражения одинаковы, но смысл их двоякий. Потому что есть места темные, но такие, которые часто могут быть видимыми. Как скоро внесен будет светильник и свет. А это место, ада, было самое мрачное и безотрадное. И никогда не причастно было природе света. Посему он и назвал их темными, невидимыми. И подлинно они были темными, пока не сошло туда солнце правды. Не осветило, не сделало ада небом. Потому что где Христос, там и небо. Видишь дивную победу? Видишь ли действие креста? Сказать ли тебе и нечто другое, более удивительное? Узнай способ победы. И тогда ты изумишься еще более. Чем победил дьявол? Тем же преодолел его Христос. Взяв его же орудие. Он ими и победил его. А как? Послушай. Дева, древо и смерть были знаками нашего поражения. Девою была Ева, так как она, тогда она еще не познала мужа. Древом было дерево рая. Смертью было наказание Адама. Но вот опять Дева, древо и смерть. Эти знаки поражения сделались знаками победы. Вместо Евы – Мария. Вместо дерева познания добра и зла – древо креста. Вместо смерти Адамовой – смерть Христова. Видишь ли, что чем победил дьявол, тем и сам побеждается. Через древо поразил дьявол Адама. Через крест преодолел дьявола Христос. Но древо не зверло в ад. Это же древо отшедших извлекло оттуда. И опять то древо укрыло пленника обнаженного. Это же древо с высоты открыло всем победителя обнаженного. Так же и смерть. На ту смерть осуждались те, кто будет жить после нее. Эта же смерть воскресила и тех, кто жил прежде нее. Кто изречет могущество Господа? Псалом 105. Через смерть мы сделались бессмертными. Таковы действия креста. Узнал ли ты победу? Узнал ли способ победы? Узнаешь же, как легко для нас совершилось это дело. Мы не обогряли оружие кровью, не стояли в строю, не получали ран и не видели сражения, а победу получили. Мы подвиг владыки, а венец наш. Итак, если эта победа стала и нашей, то мы, то все мы, подобно воинам, воскликнем ныне победную песню, скажем, воспевая владыки. Поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жала? Ад, где твоя победа? 1 Коринянестан, 15 глава. Вот что совершил для нас крест. Крест – трофей против бесов, оружие против греха, меч, которым Христос пронзил змея. Крест – изволение Отца. Слава единородного, радость Духа, украшение ангелов, утверждение церковь, похвала Павла, твердыня святых, свет всей вселенной. Аминь. Аминь.